Некрасивая история. Наталью Поклонскую лишили поста в Госдуме. Комиссию по доходам, которую она возглавляла, упразднили. Связано ли это с ее отказом проголосовать за пенсионную реформу? Наталья Поклонская больше не будет возглавлять комиссию Госдумы. Комиссию по доходам, которую возглавляла бывший прокурор Крыма, упразднили. Официальная версия причины, почему это произошло, объединение двух комиссий по контролю за доходами и по этике. Однако 11 сентября источник Интерфакса в руководстве фракции «Единой России» сообщил о существующих планах сделать оргвыводы в отношении Поклонской из-за ее отказа проголосовать за пенсионную реформу. Невозможно утверждать наверняка, что решение о ликвидации комиссии – это и есть те самые оргвыводы, но очень похоже. И выглядит это не совсем красиво, говорит директор Центра политической информации Алексей Мухин. Красивая история. Ситуация странная. Решение принимается раз в пять лет избирателями Российской Федерации. Если Наталья Поклонская представляет интересы группы избирателя в Государственной Думе, значит, так надо. Ситуация с ликвидацией комиссии по расходам и доходам депутатов действительно очень странная. На мой взгляд, речь идет о попытке действительно воздействовать, морально во всяком случае, на Наталью Поклонскую. Честно скажу, мне это не нравится. Хотя я не могу утверждать, что ликвидация этой комиссии, передача ее полномочия в комиссию по этике – чей-то злой умысел. Хотя это выглядит именно так. Понятно, что популярности Поклонская только добавит. Если кто-то хотел от нее избавиться, то он пришел к ровному противоположному результату. Алексей Мухин. Ранее руководитель фракции Сергей Неверов заявлял, что Поклонская должна решить, готова ли она и дальше работать в коллективе. Принятое сейчас в ее отношении решение чисто внутрифракционная инициатива, считает директор Института прикладных политических исследований Григорий Добромилов. Депутаты все-таки избранники народа и имеют право голосовать в зависимости от своей собственной позиции. То, что партия пошла по пути наказания Поклонской, ситуацией, когда в целом пенсионная реформа не поддерживается население, скорее в минус играет партия, чем в плюс. Поклонская попадает в разряд неудобных политиков. Не надо забывать, что ее генезис исходит от украинского политикума. А там все-таки свобода политических мнений несколько более развита, чем в российской политической системе. Но говорить о том, что при Кириенко из администрации президента идут сигналы на закручивание гаек и избавление от неугодных политических фигур или неподконтрольных политических фигур, это не так. Именно при Володине политическое пространство было полностью зачищено, а позиция команды Кириенко пусть расцветает 100 цветов и выживает сильнейший. Последние результаты выборов как раз и говорят о том, что установки на зажимание политического спектра нет. Григорий Добромилов. 11 сентября Наталья Поклонская сообщила прессе, что ее комиссия ведет проверку пятерых депутатов, которые, возможно, нарушили закон о противодействии коррупции. В частности, факта связана с выделением принадлежащей фирме родственников одного из них более миллиарда рублей государственных средств. Субтитры создавал DimaTorzok